Слушайте, в прошлой программе ведь только посмеялись над российским Минсельхозом, в котором заявили, цены на хлеб расти не будут, но могут. Ага, свежий анекдот подвезли оттуда же, теперь ребятишки по молоку и молочной продукции свою экспертную оценку дали. Там ведь тоже пошли разговоры потому, что о скором удорожании, так вот, что пролопотали-то в ведомстве. Нет, что вы, честное Минсельхозовское на молочку изменений по стоимости железобетонной не предвидится, а впрочем, это не точно. Зачитать просто хочу официальное сообщение, чтобы не быть голословным, а вы вслушайтесь, вдумайтесь. В текущем 2022 году стоимостных изменений не ожидается, однако на часть продукции цена все-таки может меняться на фоне роста затрат производителей. Японский городовой, на кого это рассчитано? И что там, в принципе, за эксперты сидят, вам не кажется, что любой из нас подобную экспертизу в состоянии провести и вы, и я, и вон даже та старушка за окном? Бабка, дождь будет? А может и не будет. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Господи, да когда же все это закончится? Да, начинаем. Братва, налетай подешевело, поймай удачу за хвост, вакцинируйся и обрети бессмертие. Ну а если серьезно? Вот такими заголовками накануне пестрили все, без исключения пропагандистские СМИ, переболевшие омикрон штаммом смогут получить супер иммунитет, правда, если они вакцинированы к конкретике. Как пишут пропагандисты, некие ученые из Орегонского университета, вывели формулу прямой зависимости, согласно той формуле. Если природный иммунитет, полученный вследствие перенесенного заболевания омикроном, перемножить с иммунитетом от прививки, вокруг человека возникнет чудесная мегазащитная аура и все. Про коронавирус в дальнейшем можно будет забыть. Ни одна из будущих мутаций такого человека не поразит от слова вообще. Чья, впрочем, Гинсбург и здесь свои пять копеек вставил, заявив на всякий случай, после выздоровления все равно ревакцинируйтесь спутником Лайту. И, ребят, слушайте, я уже даже не знаю, смеяться или плакать от таких новостей. К слову, а вам не кажется, что мы уже где-то когда-то подобное слышали? Точно. Два года назад от этих же самых пропагандистов и от Гинсбурга уколешься, обретешь пожизненную защиту, потом что-то пошло не так и оказалось, что иммунитет не пожизненный, а всего лишь на два года. Потом снова что-то пошло не так, уже заговорили об иммунитете всего на год, а после на шесть месяцев, затем вообще на три, сейчас вот ребята супер иммунитетом торгуют. И нам, конечно же, снова стоит им поверить. Но вы взгляните в эти глаза. Или в эти. Или вот в эти разы они могут лгать. В данном случае мы с вами партнеры. Мы вам ничего не навязываем. Мы с вами вместе должны одинаково переживать за наших близких, друзей и за страну в целом. Это реальная журналистика новостей. Из-за нашего дурдома снова с вами хотел сказать, да нет, они никуда и не исчезали. Поехали! А Путин все воюет. Все оружием бряцает, учения какие-то проводит без ума, без памяти. Кучу народных денег на ту бредятину спустил. Счет в данный момент на триллионы рублей уже идет. Это наши с вами триллионы, которые можно было использовать во благо страны. Во благо народа, который буквально задыхается от нищеты. От отсутствия перспектив, от беспомощности, от безработицы голодать. Ведь скоро люди начнут в прямом смысле. Враг еще не побежден. А враг кто у нас? Бедность значительного числа населения. Нерешенные проблемы в системе здравоохранения. Образование. Ну да, от создателя «пока я президент» повышения пенсионного возраста не будет. Конституцию под себя переписывать не собираюсь. Но сказать хотел не об этом. Самое печальное, что распространению всей вот этой вот фейковой милитаристской шумихи способствует, знаете, кто? Да мы с вами. Это мы данную чушь тиражируем, репостим друг другу, обсуждаем на кухнях и даже во время праздничных застолий, подогревая тем самым ведро с помоями, которые эти кипятят с одной единственной целью. С целью отвлечения граждан от реальных проблем. Хорошо, давайте попробуем на пальцах. Видимо, не очень доходчиво в прошлом выпуске все объяснил. Начнем издалека. Излюбленная тема всех пропутинских пропагандистов. Великая Отечественная война. Кто-нибудь помнит, как она началась? Именно. Гитлер напал на Советский Союз втихаря. В 4 часа утра, когда все спали, до того, как Германия заключила с СССР пакт о ненападении, два года изображали из себя нашего союзника. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Внимание, вопрос. Как думаете, почему Гитлер поступил именно таким образом? Напал, повторюсь, втихую, рано утром. Почему он не орал о возможном начале боевых действий загодя? Почему готовился к нападению в режиме строжайшей секретности? Да потому что самый важный фактор в стратегии это фактор внезапности. Очень плохо. Что 90% нынешних мужиков от службы в армии откосили, иначе они бы об этом знали. Следующий вопрос. Не в курсе, на кой ли от кремлевские хэллуи верещат из каждого утюга, в том числе в эфире центральных телеканалов? Да когда же мы уже жахнем по Вашингтону и Киеву? Сергей Викторович, война-то будет? Если позволите процитировать моих подписчиков, они ставят этот вопрос таким образом. Когда жахнем по Вашингтону? Ответьте даже не мне, себе на простой вопрос зачем? Вот я всегда рекомендую своим зрителям в любой непонятной ситуации задавать самим себе этот вопрос. Поэтому и сейчас Вас об этом спрашиваю. Зачем Кремлю и его прихвостням беспрерывно верещать об этой войнушке, особенно в ящике? Особенно если они действительно собираются ее развязать, чтобы на ту сторону как можно больше натовских солдат подогнали? Чтобы дать вероятному противнику время подготовиться к удару, ну это же идиотизм. Хорошо, более понятный пример. Можете представить себе шайку каких-нибудь хулиганов, что собрались на гоп-стоп, но предварительно позвонили в полицию. Алло, это Сенька Кривой, информирую вас, что завтра с 15 до 16 на углу улиц Куйбышева и Декабристов мы собираемся грабить прохожих. Вы реально можете себе такое представить? Сколько времени вам лично хватит, чтобы добраться до вашего бомбоубежища в случае ядерного удара? Ну тогда вот вам. Где бы вы не смотрели это видео? Дома, на работе, в транспорте, в гостях, в Москве, в Питере. Вот если сейчас прозвучит сигнал тревоги, сколько времени вам потребуется, чтобы попасть в бомбоубежище? Еще один повод задуматься, пожалуйста. Вот вы же прекрасно знаете, что русский народ всегда славился своими пословицами и поговорками. В пословицы и поговорки вкладывалась народная мудрость, которая взята из опыта целых поколений. А не помните такую собака, которая лает, не кусает? Не в курсе, о чем она. Хорошо, пословица, вероятно, не самый убедительный пример, но ведь наверняка среди вас есть немало собачников. Кто-то знакомые собак держат. Так вот спросите у этих собачников, когда, в каком случае? Пес начинает лаять, правильно. Главным образом, когда боится. Вот бойцовские собаки, например, вообще почти не гавкают, они сразу бросаются. А трусливые и неуверенные в себе пытаются брать горло, между прочим, как и люди. Вот вам и ответ. Вы уже без меня его нащупали. Самое главное оружие кремлевских лжецов – это их пустолайки. Вот так на самом деле выглядят тяжелые путинские ракеты. Потому что на самом деле им страшно немножко от того, что меры, которые могут теоретически, по крайней мере, предпринять против них, они могут быть такими, с которыми они вообще давно не сталкивались. В свое время, кстати, мой коллега, журналист Яковенко, дал четкое определение о той системе, которую Владимир Владимирович и его команда на протяжении 20 лет выстраивали медиафренией. Вот так это называется, и лучшего слова в данном случае придумать нельзя. Ребятишки четко просекли, как правильно ведь веревки из-за народа. Насаждай злобу и ненависть 24 на 7, промывай Ване мозги о кругом в рогах, и будет тебе счастье. Самый масштабный медийный проект мы наблюдаем как раз сейчас. Нам показывают очередной боевичок, и все. Мы обо всем на свете забыли. Конечно, нельзя исключать, что может и так статься, когда какой-то одураченный солдатик, коему ежедневно моют мозги случайно, нажмет на тот спусковой крючок просто на нервах. Оход перенапряжения, это действительно может привести к трагедии. Но я все же такое развитие событий пока не рассматриваю. Это и вправду больше похоже на договорничок. Особенно если учитывать, что у наших воевод и полководцев закромата по-прежнему там. На вражеских территориях остается все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал, проверяйте подписки, слетают. Лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...